дорогие друзья добро пожаловать на мой канал осенние сеянцы которые не расцвели сделали слепыши бутоны и мы с вами их убирали на отдых где-то в марте в апреле я показывала видео были клубни очень хорошие через четыре с половиной месяца вот такие клубеньки большие выросли потому что у них был база код сейчас я вам померю линеечкой ну четыре с половиной тут 4 и все это остальное хранила я их дома в коробке на полу и сейчас они стали спустя три месяца 4 просыпаться вот такие есть росточки хорошие клубеньки хранятся они без торфа потому что большие клубни можно хранить без торфа 1 месяц я проверяла и просто спрыскивала их из пульверизатора где то есть по два ростка один росток я обязательно сейчас удалю при высадке чтобы уже силы он тратил на один росточек лето 15 июля и можно высаживать все вот они попроснулись отдохнули хорошо три месяца отлично чтобы они отдохнули вот уже кто-то прижался и нужно высаживать все все здесь подобраны которые уже с раз точками такое можно делать это первогодки сеянцы вот даже есть фотографии он свел это же я его убрала взяла листики на проверку здесь еще маленький росточек но уже можно высаживать все и дальше выращивать красоту потому что от некоторых я не увидела цветение из-за того что осенний посев многие расцвели я вам их показывала с января какая красота была и это тоже будет красота только не хватило освещение освещение им и и все освещение самое главное потому что кто-то стоял в тени там где-то на задворках и такие сеянцы можно убирать подращивать можно клубни я показывала в прошлом видео но там я уже видела кто цвел а эти не расцветали ну вот один только цвел здесь есть фотография он мне понравился красивый сенец красивая фактура цветка и сейчас это можно будет высадить потому что сейчас день длинный все это высаживается снова выращивается через два с половиной месяца три уже они будут свести высаживая в горшки 0 6 литра прозрачные и темные и всякие и разные вот на примере такого так это у нас как раз сортовой ну сорта здесь посажены сорта вот кто-то потянулся вот если потянутый росток вот такой допустим вы высаживаете то уже нужно заглубить клубе не заглубить вот по эти пазухи и листьев это же отлично все будет свести если она во время отдохнула здесь высажены примерно 10 дней назад так вот этот 10 дней назад это 14 дней назад накрываю их либо стаканом стаканом не понравилось потому что поэтин тянутся ростки под стаканом почему-то поэтому использую пакет полиэтиленовый простой при высадке клубни и вот как здесь вот здесь прям хорошенечко они коротенькие здесь много ростков и ростки лучше удалять конечно чтобы было хорошее цветение но мне нужен этот сорт для размножения дальше еще один белая лань вот один сейчас росточек я обязательно вот этот побольше сниму укореню как пасына грунт готов он замешан вот такой чистый пушистый легкий торф агробал с в него сажаю никаких примесей не делаю даже если у меня так тепло моем регионе очень тепло все равно я сажаю в чистый торф ничего не добавляю все эксперименты с добавлением низинного торфа у меня провалились что клубни гибли поэтому я так и буду продолжать выращивать именно в чистом агробалте полив у меня идет сверху сверху вот здесь можно присыпать уже присыпать обязательно потому что клубин на поверхности грунт немножко осел здесь как раз стакан стоял и немножко грунта сел а вот под пакетом такого не происходит да вот здесь вот из пакета вот из пакета как проверяю на полив сейчас нужно будет следить за поливом то есть каждый день вечером я осматриваю растения вижу горшок ну такой еще немножко тяжеловатый но сверху весь грунт он уже подсыхает вот он подсохший коричневый беру бутылку с водой и поливаю пока удобрений никаких нет кроме база кота база кота обязательно закладываю всем растениям чтобы было питание при смачивании водой он растворяется и дает питание уже клубню там все макро микроэлементы в нем есть база кота у меня еще есть наличие кому нужно я отправлю вместе с растениями или еще или просто отдельно но смотрите пересылка это отдельная тема что по весу посылки идет пересылка вот я полила совсем чуть-чуть наверное грамм 50 дала все до завтра он будет отличный и будет расти здесь потянутый ничего страшного сейчас мы ему еще можем подсыпать здесь грунт оседает потому что я набираю легко легко набираю торф чтобы он не уплотнялся потом с поливами естественно у насаживается можно будет подсыпать можно даже переваливать вот горшки 0 6 использую для таких даже больших клубней сейчас будут 0 6 горшки литр потом можно сделать можно и сразу в литр посадить но я пока пойду 0 6 это тоже будет хорошо для цветения сейчас покажу цветущие принципе ничего сложного набираю торф горшок половинку потом засыпал база код 68 гранул в 100 граммах база кота очень много гранул поэтому это экономичное удобрение которое позволяет растить такие большие клубни снова добавляю таким образом теперь делаю углубление для клубня сейчас распечатаю и одной рукой вот помещаю клубень и его присыпаю вот таким образом вот росточек остается на поверхности теперь уберя убираем всю грязюку и здесь же польем поливаем сколько дать здесь сейчас нужно дать примерно 100 миллилитров вот грунт не сильно увлажненный он только набран из кипы вот полито все забираем сейчас просочиться немножко сюда придется отряхнуть и сейчас накрою пакетом обязательно когда мы достаем из пакета естественно этот росток завянет теперь сейчас я поговорю с вами чуть-чуть теперь что нужно сделать обязательно поставить в место где не будет прямых солнечных лучей либо этот росток сразу сгорит у вас то есть на северные окна это будет отлично в притяненное место или даже возле подоконника куда не будет попадать солнечные лучи все накрываем пакетом на 10 дней мы обеспечены что у нас начнут запускаться корешки и будет тепличные условия под пакетом чтобы это все у нас развивалась и должно расти дальше обязательно с таких хороших клубней все у нас будет и цветение и все будет хорошо накрыла пакетом вот так он будет стоять 10 дней это точно дальше приоткрываю пакет и уже убираю полностью пакет чтобы проветрить сначала чтобы росточек не подвял особенно летом это делаю на ночь на ночь когда сейчас это все пойдет под подсветку у меня потому что места на подоконниках нет занята другими цветами далее спустя три недели четыре после высадки нужно пролить монофосфат калия обязательно 1 грамм на литр чтобы у нас было больше бутонов и потом идем с вертикой люкс раз в 7-10 дней все равно добавляем это удобрение для питания потому что глоксиния очень любит питание сейчас я все это отдам моим ребятам чтобы они посадили потому что мне нужно снова паковать предзаказы которые были сделаны с осени зимы и я этим занимаюсь сейчас покажу фотографии которые отправляются отправки идут каждый каждый день кроме воскресенье воскресенье почта не работает но все равно воскресенье собираю заказы и на понедельник уже отношу все заказы вот из такого крошечного семечки может вырасти красота кажется что это нереально и невозможно но вы видите на моем канале сколько было посевов сколько красоты выращено главное создать условия и делать все чтобы все все вот эти семечки взошли для этого есть видео наглядные на моем канале смотрите выращивайте семена у меня еще есть немножко разных опылений сейчас начинают цвести мои красавицы покажу немножко обзор красоты которая цветет уже сортовая а сеянцами я займусь осенью осенью снова буду сеять потому что сейчас место нужно для того чтобы эти подрастить и другие растут вот такая красота маленькая превращается в такую огромную красоту покажу вам сад аланья но это за красота и она ароматная какой красивый цветок как интересно за ним наблюдать он распускается желтым вот столько у него там пазух получилось я не следила но все равно это уже хороший клубень снова он цветет с прошлого года я его выращиваю как же он пахнет вкусно смотрите как это красиво какие пузырьки по белым лепесткам и он пахнет это волшебство ребята волшебство глоксинии вот как это красиво и как это вкусно пахнет на выращивание нужны годы это не это не так все быстро происходит чтобы укоренить лист вырос потом клубень потом вырос цветок потом он выдал цветение на следующий год мы его проверяем смотрим какая-то красота новая появляется а еще и ароматная красивая пахнет этот прямо суперский потом сделаю обзорчик красоты которая уже цветет много много бутонов потому что хорошо освещаются растения по три лампы у меня на полках стоят плюс естественный свет им попадает от окон обязательно но все равно работают кондиционеры потому что тепло и от ламп становится ну как же это красиво как же красиво моя герань которую я высаживала в мае когда была холодина вот так распушилась вся расцвела красиво прям горит горит соцветия красивый цвет еще один кустик холодина пошла ей на пользу она очень очень много и обильно набирает цвет даже маленькие вот такие еще одна рози будная красная красная кустиков несколько четыре вот такие вот розочки красные тоже хорошо она заложила соцветия вот и еще один кустик тоже хорошенький высаживаю их в землю в грунт в мае и по октябрь пока не настанут заморозки потом кусты не выкапываю а именно черенкую чтобы они были коротенькие вот такие побеги обрабатываю и заношу в дом потому что герань любит тля очень сильно в этом году все прыскаем тли нет нигде вот такая красота сегодня еще сюрприз мариночка моя подписчица вот такую красоту мне передала это герань пиларгония смотрите какая красивая череночки сейчас посажу нужно подвялить немножко убрать конечно цветонос хотя очень жалко ой какая красота шикарная как же они пахнут эти листья обалденно и еще колон хоя красивая вставлю фото которое марина мне прислала она прям махровая такого цветка у меня еще не было в доме поэтому попробуем повыращиваем и здесь еще немножко листиков посажу сейчас красота всем красивых цветов в доме и до новых встреч вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Мастерская Фиалки И ставьте лайки Нам очень приятно